Когда мы говорим, что такое эмоции, что такое чувство, в моем понимании все очень просто. Эмоция это кратковременное чувствование, то есть это кратковременное реагирование на какое-либо событие. И вот в этом смысле я убеждена, что мы имеем право испытывать любые эмоции. Мы имеем право испытывать эмоцию гнева, эмоцию разочарования, эмоцию злости, иногда там даже какой-то более агрессивного внутреннего состояния, когда оно мгновенно, кратковременно, и мы легко этой эмоцией управляем. Что же происходит, когда эмоция становится чувством? Чувством она становится тогда, когда это чувство начинает у нас преобладать, либо становится постоянным составляющим нашего состояния. Что такое постоянная составляющая? Это тогда, когда основное или одно из чувств, в которых мы пребываем, является, например, может быть каким-то негативным. Например, чувство разочарования, или чувство боли, или чувство страха. Вот в таких ситуациях это тот момент, когда нам очень важно, на мой взгляд, негативные эти чувства, от них избавляться с помощью методик и техник. И если мы там пойдем в психотерапию, то вы помните, что эмоции есть сценические и астенические. Сценические это которые побуждают вас к действию, а сценические это те, которые вас наоборот гасят, назовем это так. То есть, сценические эмоции это эмоции, которые побуждают нам двигаться, развиваться, то есть, это позитивная эмоция, грубо говоря. А сценические эмоции, это негативные эмоции. Соответственно, в чувствах есть чувства, которые ваши потребности удовлетворяют, и чувства, которые ваши потребности не удовлетворяют. Для чего я это рассказываю? Почему очень важна самоидентификация в познании себя? К сожалению, нас в детстве не учат чувствовать себя, то есть, нас не учат самоидентифицировать собственное состояние. Но самоидентификация себя и собственных чувств для нас кроется огромный потенциал и ресурс, потому что, на мой взгляд, негативные чувства, они всегда сигнализируют о том, что есть либо какая-то комплексуальная структура, которая активировалась или активирована, либо есть какое-то неудовлетворенное потребность, и из-за этого возникает это негативное чувство. Поэтому то, что касается в моем понимании, что с позитивными чувствами – это всегда хорошо, негативное чувство, нужно от них избавляться как можно быстрее, потому что они очень быстро ложатся буквально, на мой взгляд, уже через 40-90 дней и превращаются в наше психосоматическое состояние. То есть, они становятся причинами болезни нашего тела. И вы знаете о том, что, наверное, кто был на моих онлайнах, что я говорю о том, очень часто привожу… Есть разные описания эмоций, которые потом впоследствии могут стать чувствами, но я пользуюсь именно методом Сидоны, и хочу сказать о том, что на самом деле, и даже как писатель, который имеет у меня свой список огромные эмоции и чувств, которые я использую, когда пишу книгу, чтобы каждый раз не подбирать слово. И я скажу, что, к сожалению, каким-то образом так устроено, что наших негативных эмоций и чувств значительно больше, чем позитивных. Просто в разы больше, наверное, раз в 5-7. И в свое время это навело меня на мысль, что все-таки наша душа сюда приходит, наша психика вообще находится в нашем теле для того, чтобы научиться управлять собственными эмоциями. И самое главное, научиться управлять, выходить из негативных эмоций и чувств. И это, на мой взгляд, ответ на вопрос, почему негативных эмоций так много. Помните, я всегда вам говорю, что, когда вы мне спрашиваете, «Анна, скажите, когда-нибудь это развитие закончится?» Я всегда отвечаю, что оно не закончится никогда. То есть, у вас есть два пути. Либо вы будете развиваться самостоятельно по собственному желанию, либо жизнь будет вас погружать в какие-то события и негативный опыт для того, чтобы вы начали развиваться, начали двигаться, начали познавать себя, познавать свои негативные эмоции, негативные чувства и учились ими управлять. Поэтому я предлагаю сейчас, вот прямо сейчас, сделать маленький небольшой тест, с потерю очень крупной EPA и поверхности механическую. Я всегда поставлю гораздо сообществом. Поэтому я надеюсь, в принципе, в шесть ТВ, чтобы трудно families improperly, чтобы вы Ford Danaoki были планы. Используйте Vale,ixeira. У нас теперь уикaldاطение следует...